Всем здравствуйте! Меня зовут Кирилл Махров. Я автор интеллектуальных игр «Думай, знай, познавай». Я спешу сообщить вам о старте нового интеллектуально-развлекательного проекта на телеканале «Видное ТВ» «Думай, знай, познавай» «Супер Блиц». Это суперкороткая игра на самые разнообразные темы. А состоит она всего из пяти вопросов. Участниками «Супер Блица» станут жители и гости Видновского края, которых мы встретим на улицах нашего города. Правила предельно просты. Вы узнаете вопрос и отвечаете на него, но при этом оцениваете собственный ответ минимум в один, но если уж совсем не уверены в его правильности, максимум в пять баллов, если уверены, что вы правы. В случае правильного ответа игрок получает в свой актив обозначенное количество баллов. Если же ответ неверный, то вы теряете данное количество баллов. Хочешь забрать главный приз этого короткого баттла? Золотой кубок нашей игры. Набери минимум 20 баллов. Если же заветные 20 баллов не набраны, ну что же, у нас есть утешительные призы для всех участников. Готовы? Поехали! Сегодня мы играем с учениками ВХТЛ Никитой, Георгием и Евгением. Готовы? Поехали! Первый вопрос. Кто из президентов Российской Федерации посещал город Видное во время своего президентства? Ну что? Путин посещал? Итак. Давайте Путин больше всех в президентстве. Придел. Сколько оцениваем, наверное, будем? Да. Двоечка. Двоечка. Я сказал. Итак, ваш ответ? Владимир Владимирович Путин. В 2010 году город Видное посещал Дмитрий Анатольевич Медведев, когда был президентом. Я пока отвисел. Итак, первый вопрос мимо. Следующий вопрос. Сколько видновских школ, ну или лицеев расположено на Советской улице, на которой мы сейчас, мы сейчас с вами на Советском проезде, но на Советской улице. Ну, хотя бы их теперь считать, забыли, да? Ну, это не надо, не надо. Сколько? Школа расположена на Советской улице. Шестой, да? Ну, что здесь. Да, точно. Улица. Третья, да. Достаточно количество. Не надо перечислять. Ну, мы предположим, что три, а оценим на троечку. Вы предположите, что три. А вы знаете, на какой улице находилась, вы же сейчас сказали, что уже вы в АХТЛУ учитесь. На той улице находилась. Так вот, на какой улице находилась школа номер четыре? Нагаевского. Нагаевского. Да, теперь это объединили. Теперь объединили. Мы задумались, считайте это за одну или что? Ну, хорошо, считайте за одну. Ну, это пара корпус считается. Ну, хорошо, хорошо. Так школа. Ладно, давайте тогда будем с вами думать. Вроде бы пятое считается. Третье тоже. А вот еще какая? Это троечка. Не? Двуечка. Первая и вторая вроде точно. Значит, два. Две школы. А во сколько оцениваете? Три, давай. Три, три. На своем троечку. Три. И это первый правильный ответ. Вы молодцы. Две школы. Вот ваши три балла. Держите. Держите. Третий вопрос. Какое название имела газета «Видновские вести» во времена СССР? Вариант ответа. Ленинская правда, Ленинец, Видная и Ленин, Ленинский вестник. Первая четвертая? Да, вот все первые четвертая. Ленинская правда, Ленинец, Видная и Ленин, Ленинский вестник. Потому что в целом визит называлась «Правда». Есть просто «Правда». Это я не знаю, но она до сих пор существует. И читать не может. Читалочка тоже интересная, тоже работает. Очень, очень хорошо. Что звучит хорошо? Ленинский вестник. Ленинский вестник. Понятно. Понятно. Понятно, хорошо. Ну, на троечку. А что еще хорошо звучит? Первый и четвертый. Это прям, кстати, самое главное. Ну, что-то такое. Какое? Не очень. Не очень. Видно и Ленин, нет? Видно и Ленин, что-то лучше. Я не назвал газетой, на самом деле. Ясно. Слишком длинное название, да? Ну, не думаю, что кому-то... Прошла газета «Видно и Ленин». Хорошо. Прошел к вам домой. А вот, есть ли? Видно и Ленин, по-любому. Что? Ленинская правда, Ленинец, Видно и Ленин, которые вы говорите, что это не тот вариант, да? Не, не, не. Ну, остается всего три варианта. Прыграем, прыграем. Всего остается три варианта, если вы так считаете. Ленинская правда, Ленинец и Ленинский вестник. Прыграем? На пятерочку. На пятерочку. Ленинец. Прям так уверенная. И девушка правильно отвечает. Это Ленинец. Часть! Я в афете на заднем. Держите. Это был третий вопрос. С ума сойти. Четвертый вопрос. Какая улица города Видное раньше называлась Северной, а потом была переименована? Как сейчас эта улица называется? Давайте я вам тоже назову варианты ответа. Давайте. Первый вариант – улица Школьная. Второй вариант – улица Садовая. Третий вариант – улица Лемешка. Хорош. А четвертого нету. Где Лемешка? Где Лемешка? Вы слышали хоть о Лемешке? Я слышал, да. И что слышали? Там паспортный стол вроде бы стоит, если я не ошибаюсь. Что стоит? Паспортный стол. Паспортный стол. Вот. Актуальные проблемы создают все предпосылки для того, чтобы узнавали улицы города Видное. Так, да. Там действительно есть паспортный стол. Ну что? Школьная, садовая или Лемешка? Может быть прислушаемся к женской логике? Да, давайте. Мне кажется, школьная, давайте школьная. А4. Потому что школу поставили. Я не знаю, почемушка. Садовая или Лемешка? Садовая? Или Лемешка? Садовая? Я думаю, что садовая или Лемешка. Ну что? Блин. Какая версия у вас более актуальная? Что? Общий вариант. Что вы думаете? Ты что думаешь? Я вот скорее думаешь Лемешка, но я не знаю. Мне Лемешка, ну что-то очень старая. Потому что я даже не знаю, что это не старая. Школьная? Школьная. Школьная. Садовая, какие есть? По санам? А санам. А санам. А санам. А санам. А санам. А санам. А у вас 4 балла есть? Хорошо, да. А санам. А санам. А у вас 4 балла есть? Давайте 3. К сожалению, это неправильный ответ правильной улицы Лемешка. Его забирают 3 балла. И мы с вами переходим к последнему, пятому вопросу. Вы на электричке когда-нибудь ездили? Да. Часто ездите? Нет, относительно. Понятно. Ну, бывало такое, да, случалось с вами? Вот, знаете, у нас есть повелецкое направление, которым мы пользуемся. Правильно? Да, да, да. Вот на территории нашего Виденского края, теперь уже Ленинского городского округа, находится определенное количество платформ. Ну, такие вот. Расторгуево и так далее. Вот какое количество платформ повелецкого направления находится на территории Ленинского городского округа? Здесь вариантов ответов не будет. Какие могут быть платформы, вы знаете, ближайшие платформы? Расторгуево. Так, а еще? Конечно, в район, да. Домодедово, как вы считаете, входит, нет? Нет. Или Домодедово, это Домодедовский район? Не Ленинский. Не Ленинский. Ну, вот видите. Берелево вроде. Да, Берелево. А Берелево, это что у нас? Станцзида. Станцзида. Да, Станцзида. Хорош. Я впечатляю тебя, я знаю. Ну что, какие еще платформы вы знаете? Расторгуево. Расторгуево. Где? Все. То есть вы сразу с Берелева плавно приезжаете в Расторгуево. А какие еще станции вы знаете? Нагатинская. Не, Нагатинская здесь точно нет. Подсказывай, Нагатинская здесь вообще никак. Ну я знаю. Ну что, знали? По грецкому направлению. Вот Расторгуево. Что у нас ближайшее? Расторгуево. Какие у нас станции еще? Я на электричке вообще не езжу в Киеве. Во! Выясняется, что на электричке вообще не езжу. Ну, он дешится. Да. Но некуда, в принципе, не езжу. Итак. Три. 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 24, окей. Три. А сколько оценим? Не пять получается? Другой не можем, да? Двадцать на пять. Ну, пятнадцать. Понятно. Долгие. 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 Долгие влезем. Ну что? Три на пять? Три. Три на пять. Итак, на территории Ленинского городского округа находятся станции платформы Булатниково, Расторгуево и Калиновка. Вы правильно ответили три. И. Вы зарабатываете десять баллов. Я вот покажу. Давайте покажите эти десять баллов. Вы получаете призы за участие в нашей программе. Это вот такие вот браслеты. От игры «Думай, знай, познавай. Супер Блиц». Было интересно? Теперь мы знаем сколько станций. Хорош. Ну, я благодарю вас за участие. Благодарю вас за участие. Спасибо огромное. Становитесь участниками программы в следующий раз. Спасибо. До свидания. Уважаемые зрители. Сегодня наш кубок остался с нами. Но это не говорит о том, что его не выиграют в следующий раз. А на сегодня это все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...